Друзья, всем привет! И сегодня, собственно говоря, у нас очередное видео сравнение кроссовок оригинальных от компании New Balance модель 530 и абсолютно легально купленных на сайте Wildberries паленых кроссовок от неизвестного, собственно говоря, поставщика, неизвестного производителя. Коробки очень сильно отличаются. Во-первых, по габаритам. Паль находится в такой очень маленькой коробке, она меньше по габаритам значительно. Кроссовки, как селедки в бочке, такого быть не должно. На оригинальных парах вы такого никогда не увидите. По материалам, по цвету они, естественно, тоже отличаются. Сравните, цветовая гамма, а разная. В принципе, полиграфия значка достаточно хорошая. По ощущениям плюс-минус они тоже одинаковые. Второй нюанс – это обозначение. Здесь сразу паль себя выкупает. Но вот такого вы на оригинальной обуви не увидите в принципе никогда. То же самое, но вот здесь какая-то попытка, обратите внимание, честный знак даже имитировать. Но, собственно говоря, больше смотреть здесь не на что. То есть, с точки зрения оригинальности эта коробка выкупает себя сразу на сто процентов. Внутри нас встречает вот такая вот бумага, что у оригинала, что у поля она плюс-минус идентичная. Поэтому сравнивать не вижу смысла никакого. В целом, мне кажется, что сейчас уже мало кто ставит перед собой такую задачу сделать прям на сто процентов соответствующую обувь, чтобы она ничем не отличалась. То есть, видно, что они даже не стараются это сделать, потому что на самом деле большинство людей, которые покупают вот такие вот пятьсот тридцатые New Balance, они прекрасно понимают, что они покупают поленую обувь. У них задача просто надеть хорошую пару, которая со стороны, там с расстоянием метра, естественно, никак не может быть выкуплена как за неоригинально. Я не знаю людей, которые с расстояния метр смогут ПАЛ отличить, грубо говоря, от оригинальной пары. Это очень сложно. Пары у нас, хотя и не на сто процентов идентичные, но конструктив плюс-минус одинаковый. Поэтому здесь можно что видеть. Здесь другая по фактуре сетка. Есть абсолютно такая же модель. Она там такая же, эта сетка. В качестве самих этих материалов и грубо говоря, вот допустим, если мы возьмем носовую часть, но она значительно мягче. То есть, вот она здесь сминается, плюс как дерьмо. То есть, усиления никакого нет. Здесь она все-таки значительно жестче. То есть, каркас здесь однозначно другой. В остальном, по ощущениям, то есть, по материалам, плюс-минус вообще одно и то же. И здесь дерьмо, и здесь дерьмо. Я не думаю, что тут производители ставили перед собой какую-то задачу сделать. Это все-таки не премиум класса обувь. Поэтому, в принципе, это все абсолютно прощается. То, что тут связано с брендингом, я не вижу смысла даже сравнивать. Поскольку повторюсь, что на самом деле задачи здесь, грубо говоря, аутентичность какую-то подчеркнуть нет. Хотя, в целом, все сделано на очень достойном уровне. Вот обратите внимание, то есть, вот допустим, эта же вставка обзор здесь присутствует. Хотя, конечно, по ощущениям, когда обуваешь эту обувь, здесь ее, конечно, и нет. И только вот этой наклейкой все это и ограничивается. Сама подметка здесь плюс-минус. Обратите внимание, она вообще, по-моему, абсолютно идентична. Вот по мягкости даже этот материал, он абсолютно такой же. Пена внутри такая же. Вот эти вставки, они также из пластика сделаны на скручивание. Здесь чуть пожестче, но в целом, да, работает, наверное, этот механизм. Не так идеально, но не скручиваются они в этой части. То есть, несмотря на то, что паль, здесь тоже даже попытки технологии сделать. Но, к сожалению, обувь от обуви, вы понимаете, что они добились здесь хорошей мягкости. Но, вы знаете, это желеподобная мягкость. Когда нога ваша проваливается, мне такая обувь на 100% не подошла бы. Может быть, ребятам, у которых небольшой вес будет удобно, я реально заваливаюсь в этих кроссовках. Для меня, конечно, оригинал с его технологией ортопедической, он намного больше подходит, нежели чем паль. В этом, на мой взгляд, самое главное отличие этих кроссовок. Конечно, здесь есть определенная разница непосредственно в самой амортизации, то есть, у пены. Допустим, если в оригинале за счет вставки Absorb она не такая мягкая и больше, наверное, ощущение выталкивания какое-то есть, то здесь вот как раз наоборот. Пятка полностью проваливается у вас внутрь. Визуально, конечно, это сложно увидеть, но по факту это так и есть. То есть, вы идете, у вас нога проваливается в буквальном смысле. Вот, честно говоря, это и есть самый, наверное, отрицательный опыт в этих кроссовках. Ну и для понимания, так сказать, стоимости в России, для полноты, так сказать, картины New Balance 530, в той расцветке, в которой мы с вами смотрели, 22 990 рублей, друзья. Итак, друзья, что касается приобретения. Ну, здесь, как всегда, нам помогает Joom, ведь мы не просто рассматриваем с вами интересные модели, ну и ищем возможность их адекватного и цивилизованного приобретения. И здесь приложение Joom, как всегда, нам в помощь. Пожалуйста, вот небольшая подборка, вы можете видеть, что средняя стоимость, но опять же, учитывайте, что здесь всегда есть дисконт, как минимум, в 10%, то есть в районе 9-10 тысяч рублей вы можете себе подобрать эту замечательную модель. Все ссылки будут в описании. Так, давайте с вами посмотрим по весу. Значит, паленый кроссовок 339 грамм. Напомню, размеры плюс-минус у них идентичные. Где-то 44-й российский. Оригинал 329 грамм. Ну, как видите, по весу даже они практически идентичные. Значит, в паленые кроссовки, друзья, производитель кладет вот в буквальном смысле вот такой сверток какой-то дешевой туалетной бумаги в оригинале. Ну, здесь сверток дорогой туалетной бумаги. Плюс-минус все одинаково. То есть, не заморачивались, ребята. Значит, дальше. Вот, друзья, основное, на чем палится большинство изготовителей пали. Ну, здесь даже нет попытки сделать что-то подобное. Ну, то есть, вот смотрите, вот так выглядит бирка на паленой обуви. Соответственно, вот так выглядит оригинал. Конечно, здесь отличие налицо. Все номера и шрифты. Все здесь по-другому совсем. Давайте посмотрим стельку. Стелька у нас убогая. Тут прям какой-то иглой, мне кажется, с обратной стороны все это протыкали. Да, ну, такого я не ожидал. Конечно, вот просто для сравнения. Давайте посмотрим на оригинал. То есть, ну, видите, да, как все это небрежно сделано. На самом деле, все это, конечно, стопчется. По большому счету они отличаться ничем не будут. Тут материал тоже даже в неоригинальной стельке плюс-минус как Ортолайт. По толщине, по своему функционалу плюс-минус все это идентично. Паленой паре, в отличие от оригинала, к сожалению, никакой перфорации нет. В большей степени здесь сейчас интересует, что у нас здесь с воздухопроницаемостью. Ну, опять же, сравнивать не совсем корректно, потому что здесь немного другая сетка. Но, в целом, вы можете видеть, что плюс-минус вентиляция здесь на одном уровне будет находиться. То есть, уплотнителя как такового там нет. И одна и другая пара дышать летом будут идеально. Шнурки однозначно более качественные у нас идут на оригинальные обуви. Они, знаете, такие здесь полукруглые. Но не полые внутри. То есть, достаточно толстые. Напали, они полностью пустые внутри. Не то, чтобы это глобальная какая-то проблема. Но, тем не менее, качество тут на стороне оригинала. Сейчас макросъемку с вами произведем. Друзья, смотрите, качество. Подвальный Китай. И ни капли клея нигде на этих кроссовках нет. Посмотрите на швы, на детализацию. Все сделано на очень хорошем уровне. Да, есть нюансы определенные, связанные с формовкой. Вот здесь как-то буквы N, видите, ходуном ходят. Она даже вдавливается внутрь. Но это может быть за счет того, что они в этой уродской коробке лежали. Как бочки в селедке. Вот здесь не очень аккуратно сделано. То есть, конечно, на оригинале здесь немножко все по-другому. И здесь какая-то формовка лучше сделана. По итогу, друзья, что могу сказать. 530-й New Balance. Особенно вот эта модель. Это, конечно, самые подделываемые кроссовки. Мне кажется, их сейчас подделывают даже в большей степени, чем 574-я. Их очень много на рынке. Особенно сейчас, в данный момент. Именно вот в такой расцветке. Единственный нюанс, который, наверное, для меня стал бы определяющим. Конечно, это подошва. И технологии, которые в ней присутствуют. С моим весом эти кроссовки просто моя пятка проваливается, утопает. Я, конечно, носить такую обувь бы не смог. Поэтому здесь, что могу сказать. Конечно, если у вас не хватает денег. Или вы не видите смысла в том, чтобы тратить. Я уж молчу про официальные цены. 15 тысяч на эту обувь. Но даже за 7-8 тысяч заказывать ее откуда. Вы можете потратить 3 тысячи. Или даже 2,5 тысячи рублей. Бывают, конечно, кстати, паленые кроссовки и по 5. Но их тоже можно купить на распродажах. Вы получите отличную летнюю обувь. Конечно, скорее всего, которая убьется чуть быстрее, чем оригинал. А может быть и нет. Это надо проверять уже. Может быть, конечно, модель располагает к этому. То, что здесь она и в оригинале. Материалы все такие некачественные. И поэтому разницы особо и не чувствуешь. Дереплачивать какого-то глобального смысла нет. Если только вы не хотите почувствовать настоящую, оригинальную, ортопедическую мощь, которая сосредоточена в оригинальной подошве кроссовок New Balance. Поэтому, друзья, на сей ноте с вами прощаюсь. Конечно, очень хочется сказать, что носите только оригинальную, качественную обувь. Все, друзья. До новых встреч. Всего самого наилучшего.